Добрый день, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, хочу выразить слова благодарности нашим немецким друзьям и коллегам, госпоже федеральному канцлеру, госпоже Меркель, за организацию нашей работы и за ту атмосферу, которую ей удалось создать в ходе нашей совместной деятельности за эти два дня. Это был очень большой мужской коллектив, она была единственной женщиной, причем ей нужно было руководить этим коллективом, большим мужчинами с разных континентов, с разным цветом кожи, с разными мнениями, взглядами и убеждениями, и мне кажется, что ей удалось это сделать очень хорошо, она справилась с этой задачей блестяще. И как результат, это наши договоренности, мы обсуждали, как вы знаете, самые разные темы. Первой темой, которой мы занялись и обсуждение, которое прошло весьма позитивно, это развитие мировой экономики. Все мы отметили, что экономика развивается весьма позитивно. Должен вам сказать, что в этот процесс все больше и больше вклад вносит Российская Федерация. Как вы знаете, наша страна развивается в среднем около 7% ежегодно. За первые четыре месяца этого года у нас рост составил 7,7%. Реальные доходы населения где-то уже приближаются к 19% за первые четыре месяца текущего года. И абсолютный приток капитала. В прошлом году у нас был 41 миллиард, только за пять месяцев текущего года уже 60 миллиардов. По золотовалютным резервам мы занимаем сейчас третье место в мире. Растут инвестиции как в относительном расчёте, так и в абсолютных величинах. Есть некоторые моменты, которые вызывают внимание со стороны экспертов. Это определённые диспропорции между странами, где мы наблюдаем дефициты, это прежде всего развитые экономики, и странами, где растут резервы, к ним относятся, кстати говоря, и Россия. Но это больших тревог пока не вызывает. Эксперты ещё должны понять, как будет развиваться этот процесс. Мы большое внимание уделили проблемам климата, и я хочу ещё раз поздравить госпожу федерального канцлера. Мне кажется, что, несмотря на всю сложность дискуссии и сложность этой темы, мы договорились о главном. Первое. Мы договорились о том, что всё, что зафиксировано в Киотском протоколе, будет соблюдаться, во всяком случае, теми странами, которые этот протокол подписали и ратифицировали. И к ним, как известно, относится и Российская Федерация. Конечно, всех волнует, что будет за рубежом 2012 года. И думаю, что удалось сделать самое главное – удалось вовлечь в эту дискуссию все страны, которые являются, как часто звучало на саммите, в ходе саммита, являются основными загрязнителями. Я имею в виду все индустриальные страны, некоторые развивающиеся страны, рост экономики которых, конечно, заставляет нас задуматься о том, что они должны быть вовлечены в этот процесс так же, как и такая мощная, большая экономика, как и экономика Соединённых Штатов. И удалось в ходе общей дискуссии договориться о том, что эта проблема будет дальше обсуждаться на площадке Организации международных наций, и, повторяю, с привлечением всех заинтересованных партнёров. Мы, естественно, говорили об энергетике в связи с этим, о энергосбережении, о справедливом распределении ресурсов. И, как вы знаете, Россия вносит здесь тоже весьма существенный и позитивный вклад. Разумеется, речь шла и об образовании, о борьбе с болезнями. Большая, позитивная дискуссия была проведена и с нашими коллегами из африканских стран. Это была одна из инициатив немецкого председательствования, и те инициативы, которые были зафиксированы в документах, мне кажутся весьма позитивными. Я к ним отношу, прежде всего, на выработку принципов финансирования, микрофинансирования для небольших проектов в Африке, некоторых других документов, которые были согласованы в ходе нашей совместной работы. Всё это даёт мне основания сказать, что саммит прошёл весьма успешно, и я хочу ещё раз поздравить наших немецких друзей с этим результатом. И, кроме всего прочего, нам в ходе неформального и формализованного общения удалось пообщаться с коллегами в двухстороннем формате, обсудить двухсторонние отношения. У меня, во всяком случае, были встречи и с президентом Соединённых Штатов, с премьер-министром Великобритании, с бразильским коллегой. Мне удалось переговорить и с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций. И практически со всеми участниками встреч, саммитов так или иначе удалось пообщаться. Это уникальный случай, уникальная площадка для общения подобного рода. Хочу ещё раз поблагодарить и надеюсь, что все наши договорённости будут исполняться. Пожалуйста. Владимир Владимирович, Вы вкратце уже рассказали о Вашей инициативе о создании совместного американского российского радара в Габале. Не могли бы Вы пояснить, где должны быть расположены ракеты-перехватчики по Вашему плану? И не приведёт ли Ваш план к ухудшению отношений с Ираном, России с Ираном? Спасибо. Моя инициатива и мои предложения нашим американским партнёрам гораздо более широкие, чем создание радиолокационной станции в Габале. Я, если такие вопросы есть, мне казалось, что я вчера достаточно подробно говорил об этом, но если есть необходимость вернуться к этому, я скажу. Нам не нужно создавать никакой радиолокационной станции в Габале. Она давно создана, ещё в советское время. В этом и весь фокус. И не думаю, что это приведёт к ухудшению наших отношений с Ираном, потому что станция уже работает, и работает давно. В чём заключались наши предложения, и на чём они основаны? Вообще, из чего мы исходим? Мы исходим из того, что выход наших американских партнёров из договора о противоракетной обороне, который состоялся несколько лет назад, является делом весьма неблагодарным, и, как мы и говорили раньше, ведёт к дестабилизации в сфере международной безопасности. Мы с самого начала говорили о том, что мы не будем создавать такую дорогостоящую систему, но с целью сохранения баланса в мире, стратегического баланса, мы вынуждены будем работать над системами преодоления систем противоракетной обороны. И мы тогда от наших коллег американских услышали, что ничего страшного, мы друзья, мы больше не враги, делайте, чего хотите. Мы именно этим и занимаемся все эти годы. Мы и создаём системы преодоления. Они у нас и так были, мы сейчас просто совершенствуем. Но когда мы услышали о том, что эти системы ПРО будут размещаться в непосредственной близости от наших границ и будут якобы нацелены на иранские ракеты, которых не существует, это, конечно, вызвало у нас особую тревогу. Обращаю ваше внимание, уважаемые дамы и господа, на то, что не мы, а наши американские друзья собираются создавать противоракетную оборону против ракет, которых нету, их нет в природе. Сегодня Иран располагает ракетами дальностью 1400 километров. Для того, чтобы достичь южных границ Европы, нужна дальность 4,5-5 тысяч километров. Даже не планируются Ираном такие пока ракеты производства. Это, во-первых. Во-вторых, я бы не стал так априори подозревать наших иранских соседей, а Иран для нас соседнее государство, в таких планах. Как сказал один из руководителей Ирана, у них не было и нет никаких планов нападения на Европу. Нас, конечно, это смущает. Это, естественно, ставит под угрозу наш ядерный... Субтитры сделал DimaTorzok